Всем привет, с вами Сид, продолжаем проходить метро Экзодус. Задуренные и несчастные. Хорошо как. Век бы так лежал. Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве, с радио, ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса, там, например. Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так. Вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши. Куда-то в никуда. Да ещё и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. Да. Ладно, беги в рубку. Отец чего-то хотел. Значит, это наш с тобой купе теперь, да? Жили в маленькой комнатушке в метро. Теперь в маленькой комнатушке в поезде. Что у нас тут с тобой? Кровать. Односпальная, кстати. Короче, обыкновенное купе. Только в два раза увеличенная перегородку убрали, да? Так, дневник. Давайте почитаем. Что там нового появилось? Серия будет такая. Более-менее... Да не более-менее, а чисто будем чилить в поезде. Я так понимаю, все полчаса серии. Так. Что у нас в дневнике? А, это мы в загрузках все видели. Экипаж. Так, у мелника что-то новое появилось. Вот, да? Я втянул мельника в самую жуткую авантюру в его жизни. Чтобы спасти свою дочь и меня, заодно он был вынужден пойти на государственную измену. Мельник убежден, что война не закончилась, что все эти годы Москва держала оборону от иностранных оккупантов. Была вынуждена притворяться мертвой, чтобы не навлечь на себя убийственный финальный удар. Но они по-прежнему и ему дочь. А я по-прежнему ее верный боец. И он на старость лет рискует тем, что у него оставилось. Своим особым положением в метро. Своим добрым именем, большей частью своего ордена, чтобы выручить нас и выпутаться самому. Мы едем к горе Ямантау. Вставка верховного главнокомандующего. Только первые лица нашей сгинувшей страны могут теперь просить полковнику Мельникову о его измену. Если они вообще согласятся выслушать его. Но вот незадача. Уже не первый день, как мы выехали за пределы Москвы. А никаких оккупантов нам в нашем пути пока не встретили. Так. У князя новое. Вот называет он себя князем тьмы. А сам светлый человек. Дурила, конечно. И щенок. Рискует почем зря. Но удачу любит отважных. Если бы он не провернул свой фокус со старым мракобесом Силантием, еще неизвестно, чем бы все дело закончилось. Так ты скоро затмишь всех, на кого равняешься, князь. Мы с тобой одной крови, ты и я. И я этим горжусь не меньше твоего. Так. Что тут нового? Наверное, вот эти два абзаца. Все мы едем куда-то в некий пункт назначения, как его называет Ермак. Хоть никто из нас пока точно и не знает, где этот самый пункт назначения находится. И все же у Сэма... Пока мы стояли в ожидании ремонта Авроры и думали, как перебраться через Волгу, Сэм, наслушавшись разговорах о покупантах, похоже, решил, что полковник ему не доверяет. Тяжело прослужить два десятка лет своему командиру верой и правдой, а потом вдруг оказаться заподозренным в предательстве. Но еще тяжелее сродниться с бывшим врагом, а потом узнать вдруг, что твоя собственная страна вовсе не уничтожена. И если война продолжается, с кем ты, Сэм? Кто ты? Так, у Степана новая. До тех пор, пока Степан не повстречал Катерину, неповиновения и командира он замечал не был. А тут, когда полковник решил оставить женщину с девушкой у моста, заспорил в открытую. Вот дела делаются, даже Мельник немного обешал. А мы-то сразу все смекнули, в чем дело. Но хороший командир должен чутко понимать, что бойца на душе, и Мельник принял Катерину в наш экипаж. И уж такой-то экипаж Степан не бросит никогда. Так, ТТшник. Это ничего нового. С трудом представляю... Так, Катя и Настя, да? С трудом представляю, что пришлось пережить Катя с Настей. И как после всего этого ему удалось сохранить не то, что присутствие духа, а просто рассудок. Маленькая девочка и хрупкая женщина оказалась сильнее судьбы. Перенесли все ее удары, а ведь их немало было. На Волгу они прибыли с довольно большой группой переселенцев, решивших отправиться на поиски лучшей жизни. И вместо нее нашли новую веру о сне и смерть. Конечно, Силантий не убивал никого сам. И даже не приказывал никого убивать. Но так ли уж отличается его инициация, в ходе которой испытуемый должен обезвредить шаровую молнию от убийства. Неудивительно, что полковник дал Степану с Саней себя уговорить и взял Катю с Настей на борт Авроры. Несмотря на опасности, которые наверняка ожидают нас в дальнейшем, впрочем, они явно будут покрепче и иных спецназовцев. К тому же Катя настоящая медсестра, а медик нам, скорее всего, ох как понадобится. Крест. Балагуры – талантливый рассказчик, механик от Бога и прирожденный путешественник, исколесивший и исходивший вдоволь поперек необходимое пространство, немыслимое пространство этого нового для нас мира поверхности, побывавший в сотнях переделок и провернувший тысячи сделок, многие из которых были, мягко говоря, сомнительного характера. Не знаю, надолго ли судьба свела нас крестом, но в нашу команду он бился легко и непринужденно. Тем более, что с самого начала знакомства он выручил нас с ремонтом Авроры, отдал нам свою дрезину, на которой объехал полстраны, да еще и на равной со всеми участвовал в операции по захвату буксира и обеспечил нам с князем прикрытие при высадке на мост. Неудивительно, что даже у недоверчивого обычного полковника не возникло и тени сомнения в том, что креста нужно принять в экипаж. Так, хорошо. Электроборцы. Поклонение гигантскому самому танту, ненависть к технике и всем чужакам в сочетании с жесточайшим подавлением индивидуальности и просто мысли среди своих. Что еще ожидать от смеки диких суеверий классической религии, настоянной на старом добром культе личности, основателя истинной веры, впрочем, вынужденно дать сектантам должное. Сплотившись, они смогли выжатывать в этом диком мире, обжив разводной мост и за долгие годы превратив его в настоящую крепость, которую нам пришлось не в шутку штурмовать. Их отборные бойцы, электроборцы, хоть и не отличаются выучкой, но за счет голого фанатизма способны дать достойный отпор не только электроаномалиям, но и постоянно атакующим город на мосту бандам. Так. Бандиты. Так, их, наверное, я не читал. Не было их. Без государства и его законов, без островков цивилизации, вокруг которых могло бы кристаллизоваться новое общество, без какой-либо надежды на возвращение к нормальной жизни, стоит ли удивляться анархии и ее порождением бандитам, выстраивающим свои сообщества на основе самых грубых и низменных проявлений человеческой натуры? Даже в московских тоннелях практически каждый метр, который подзелен между государствами, поддерживающими на своей территории как минимум какое-то подобие порядка, банды процветают, что уж говорить о мире верховности, где противостоять им некому. На берегах Волги бандитских группировок, похоже, огромное количество, но они каким-то образом разделили сферы влияния и, похоже, существуют более или менее мирно, сообщая граби немногие сохранившиеся или построенные выжившими на новых, не подвергавшихся радиоактивному заражению местах, поселения и продавая их жителей в растах на южных рынках. Так, креветка, самка, царь, рыба, зверолюди, но это не особо интересно. Оружие. Ну, в общем-то, не особо здесь интересно. Так, ладно, пойдем осмотримся. Дядя Артем, дядя Артем, там дядя ТТ-шник уже мастерскую доделал. Да, пойдем посмотрим. Так, стой. Подожди, письмо Насте. Папа, я пишу, чтобы ты знал, когда вернешься, где она с мамой искать, потому что мы с мамой одни остались. И Силантий сказал переезжать в башню, а вагон сказал бросить, а я не хочу. Я хотела тебя в вагоне ждать, а мама сказала, что нельзя. А Силантий сказал, что ты не вернешься, потому что не прошел испытания веры. Но он все врет, и никакие испытания тебе не нужны, потому что вся вера их чушь. Я помню, что ты говорил, мама молчит, но я знаю, она тоже ждет, поэтому возвращайся скорее, поедем от этих дураков. Я тебя очень люблю, Настя. А это что за машина? Баги что ли? Регина? Интересно. А, привет, Артем. Вижу, как я тут устроился. Так, короче, слово. Верстай, какой шикарный, а? Угу. Все под рукой, и места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал, на оборудование мастерское пошла. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. И ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. И чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так что не забывай собирать все материалы, какие заметишь, а я тут из них буду делать всякое. Работа-то, непочатый край. Договорились. Вот еще не решил, где костюмами заниматься. А надо будет. Давно пора форму в порядок привести. А то некоторые уже как оборванцы ходят, честно слово. У князя он броник спинную пластину вообще не держит. А он ржет. Хорошо, мол, не передняя, а то без пальцев на ногах остался бы. Так что я из вас, Розгильдяев, сделаю снова настоящую армию. Давай, давай. В общем, у меня все. Похвастался, не буду больше отвлекать. Тебя же полковник звал. Ну, хорошо. Да, собственно, и мне тут есть чем заняться. Ломать снаряжение все гораздо, а чинеть так руки из того места. Я понял. Так, давай посмотрим, что тут у нас. Дядя ТТшник, а? Дядя ТТшник. Дядя ТТшник. Что такое, Настя? Дядя ТТшник, а машинка швейная у вас есть? Нету, Настя. А как вы костюмы шить будете? А как все? Нитку в иголку и парусным шо. Ух ты! Научите? Научу. Только попозже. А вы мне тогда ремень на дяди Сэмовом автомате разрешите починить? Ну, раз так, конечно. Только под наблюдением. Сэм знаешь какой. Ух! Ура! Ура! Дядя Сэм не страшный вовсе, а даже добрый. Ладно, давай, смотри сюда. Один раз показываю. Видишь? Вот так вот. Ага, ясно. О, толчок. А теперь вот так. Вижу. Ты аккуратненько. Видишь? Ага, ясно. Ну, рассказывай. Другой, ты покурить вышел? А это дело... Не, курить я не буду. Пробирает курево. Пробирает. Вредно курить. Забирает. Ну, ничего. Продышимся. Ладно, надымил тут. В общем, правильный вы, Артем, люди. Полковник, князь. Ведь как на мосту-то выступил? Орел? А сейчас грудь колесом ходит. Хвастается, как есть пацан. Но боевой. Ну, так и... Ведь у сказать хотел... Спасибо, в общем. Да не за что. Меня как своего приняли. Ну, и я... Простой я, человек. За мной не зажавеет. Ну, и как оно тебе тут? После подвалов ваших, а? Да нормально. Хорошо. Вот этого места столько. Оно, конечно, бурьяный да развальный, но... Глядишь, найдем и что получше, а? Ты бросал бы курить? Это не нам. Это мельнику надо. Рабочее место содержит в чистоте. Так. А это чье? А это чье? Здравствуйте. Заходи, Артем. Присаживайся. Не помешал. Степан тут вечер музыки устроил. Как Артем? Тряхнем, старинок. Тряхнем. Бери гитару. Аккуратно. Так. Артем. Пот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо так сыграли. Вы, Катя, простите, но я давно спросить хотел. Отец Настин, он погиб ведь? Настя знает? Погиб. Я не хотела говорить сначала. Мол, на ярмарку уехал. Три дня прошло, я все держалась. Думала, и виды не подаю. Сижу с иголкой, а перед глазами черно. Не вижу ничего. А она подошла и говорит, ты поплачь, мам, тебе легче станет. А это ведь Сеня так говорил. Ну, я и заревела. Так что знает она все. Простите, Катя, простите. Давайте я лучше расскажу, как мы тут на мосту оказались. Мы сами на северо-востоке отсюда жили. По прямой вроде и недалеко. А ехали месяц. Там дальше разбомблено все. Ермак меня спрашивал, я ему рассказала. Ксения говорил, там сплошь ящики были. Ну, заводы военные. Да и вообще промышленные города. А теперь даже с фильтрами не пройти. Такая радиация до сих пор. И пути не тут. Кратер на кратере. Мы издали, видели. И то счетчик, как заведенный трещал. Ну вот, одна небольшая ветка уцелела. Там бомбить-то особо нечего было. Вот мы по ней и проехали. Думали дальше на запад двинуть, но... Сами понимаете, через мост нас дизелем не пустили. Мол, сатанинская машина. Нас сказали, если отдадим дизель для очищения, примут в общину. В общем, остались мы. А потом уже и захотя и не вырвешься. Гад этот, пляшивый. Батюшка Силантий, так головы задурил. Только молились, да поклоны били. Своими руками дизель наш разобрали. И в реку по частям. Мол, в очищающую купель. И еще и на нас, Сеней, мужем моим, волками смотрели, что мы отказались. Потом Сеня пошел проведать их. А там только местные. Что, где. А Силантий, гад, устроил им экзамен. Мол, хотите в миру, как все, а не пришлыми быть, значит, демона одолейте. Все не за ними остановить. Поздно. Одни лохмотья обгорелые. А потом и его. Туда же отправили. Вот и он не вернулся. Катя, простите, и я не знал. Ну, что тут поделаешь. Дело прошлое. Да. Что мы все о грустном. Давайте вы, Степа, лучше сыграйте что-нибудь. Да, лучше, Степа, лучше сыграй. Так, что тут у нас? Здорово, мужики. Артем, тебя полковные сборки будут. А с роликом-то что? ТТ-шник ругался? Ну, тут длинная история. Харай кокетничать, рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артем там возится. Ну, ты, трепло. Артем, считай, всю работу сделал. Ну, это понятно. Но врать все равно не мешай. Сами за мой броник спросили. Ладно, дальше давай. Ну, в общем, я вижу. Артем к двери уже подошел. Ну, и думаю, надо спускаться уже. Я вниз. А, ну, держи. Что оно? А я знаю, темно, никого нет. А прямо пошевелиться не могу. А мостовики эти еще про царское что-то там трепали. В общем, думаю, дело пахнет керосином. И че? Ну, че, карабин отстегнул и как рванул. Там как раз халабуда эта была внизу, до крыши невысоко. А царь этот что? Ну, здоровый такой. Страшный. Болт там торчал такой ржавый. Вот я за него, спиной броника. Хорошо, что у тебя князь, как это, гоняло есть уже. Погоняло, Сэм. Вот это да. А дальше-то что? О, а дальше? Дальше уже детка этого в оборот взяли. Ну, что там, мы... Артем, в общем, сам справился. Орел. Да, молодец он. Пока я там по верхам скакал, как макака, да с царем этим... О, воевал. Он, в общем, весь вопрос решил. Да ладно, чё уж там? Да, вы оба красавцы. Ну и крест, конечно, тоже. Это да. Как он им зубы заговорил. Люба дороги. Они туски эти, когда таскать начали. Я чуть не помер, артист. Да, толковый мужик. Вы все, в общем, отлично сработали. Согласен. Выпить. 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 Точно. Истинно наш человек. Ну, давайте. Ты как присоединишься? Нет, я пока прыжком постою. Вот за бедом. Ну, значит, потом тебе штрафная будет. Это точно. Ну, мы все равно сейчас немного. Для разминки. Давайте. Ха-ха! Отлично! Ах, хорошо пошла. А я вот, братцы, задумался. А чего все от поездки этой ждут? Я вот вернуться хочу и Светке моей все рассказать. Чтобы она смотрела на меня огромными серыми глазами, хлопала ресницами и лепетала. Какой ты у меня герой? Ну, то есть ты за подвигами и шрамами. Засчитано. Ну, а сам ты чего поехал? Тут такое дело. Сердце по любви тоскует. А в метро всем бабам надо что? Чтоб добытчик в семье был. Чтоб как за каменной стеной. Чего улыбишься? Это ж невыносимо. Тут, правда, тоже пока не особо. Только Катя к нам на борт, а Степан уже такой хвост распустил. Куда там тому павлину? Ты радуйся. Катя девушка серьезная. Построила бы тебя как миленького. Это вряд ли. Не такой я человек, чтоб друзьям на любовном фронте поперед дороги становиться. Особенно если не обещают руку сломать. Ха-ха-ха. Что еще расскажете, мужики? Ну ничего, джентльмены. Будет и на моей улице праздник. Там-то в Ямонтау женщины со всей страны собрались. Ждут меня. Волнуются. Вот ты, Дамир. Чего поехал? Ну, я сначала просто за вас, ребята, за полковника. Но, честно говоря, даже тогда мелькнула мысль, это ведь шанс мечту осуществить. Казахстан увидеть. Народ мой. Но сначала надо обратно в Москву. Потому что несправедливо это. Людям сказать нужно, что все. Свобода. Наверху жить можно. Согласен, идиоты. Я-то согласен, Дамирка. Но свобода вещь сложная. Был такой борец за свободу Че Гевара. И до сорока не должен. А вот товарищ Маучу книжку-то почитываешь. Народ в строгости держал, а жил долго и счастливо. Ну, ты в своем репертуаре. Вечно на умнике. Непонятно, чего только идиотом кличут. Это я понимаю, он сам так назвался. Чехова очень любит, потому что... И Чехова, конечно, тоже. Но главным образом Достоевского, Сэм. Да, я читал, конечно. Только спутал всегда, конечно. У Чехова солнца, а у Старлица и раненый офицер. Сила образа большая. Ох, ты меня в могилу загонишь. Ну, а ты, дядюшка Сэм, какие мечты? Знаешь, я вот хочу свой серф в руки взять. Самокруточку на пляже выкурить. Волну поймать. У меня где-то в глубине под суровым москвичом сидит добродушный Калифорния. Да ну нахер! У меня, между прочим, пока меня отец в Маринс не уговорил пойти, дреды били по задницу. Говорит, Маринс делают из тебя балбеса сознательного гражданина. И в Каладж, как отслужишь, отправят. Ну и меня на Ближний Восток и отправили. Вот это да! И что, надеешься, тебя тут твои подберут? Что-то не видать их! Да, на наших надежды как-то мало. Вот выполним задание, подам рапорт полковнику, доберусь до океана, а там, может, корабль найду. Ну да, подплываешь ты такой на корабле, а они... А-а-а-а! Русские идут! Ты ж наш в доску! Куда тебе в Америку? Фарт! Ушанку не надевай! Сразу ко дну пустят! Не буду ушанку надевать, но баралайку возьму. Балалайку! Да уж! А кто что про Емонтау думает, а, мужики? Как нас там примут? Ну, твои-то мысли понятны, Алеша. Примет нас младший офицерский состав в кружевном белье и с караваями. Хм. Мои да! Мне про ваше интересно! Ну, я надеюсь, они ответят на пару вопросов. К примеру, если за сотни километров от Москвы ни одного американца, кроме Самуила нашего, нет, зачем нам под землей сидеть? Хороший вопрос. Я бы не так сформулировал. Вы-то в Емонтау знаете, товарищи верховные командиры, что мы в Москве 20 лет под землей сидим? А, это да! Обязательно спросите, пока я с младшими офицерами совещание проводить буду. Ха-ха-ха-ха-ха! Не знаю. Лично я уже настроился на road trip. Ха-ха-ха-ха! Романтик с большой дороги! Да. Ну, поживем, увидим. Поживем, увидим. Согласен. Все, мужики? Пошел, гордый. Живой. Так, допьем. Пойдет. Так, а куда князь отправился? Ну-ка, можно-ка с ним? Так, стоп. Вот мне все время было интересно, что ты тут там? Тебе пройти нельзя? Мне, мужики, на кухню нельзя, представляете? Хочу посмотреть, куда князь пошел. Может, с ним поговорить можно? Вот такая вещь. Живой. Не у всех он живой остался, да. Пианино где-то раздобыли. Так. Что у нас тут? Нового. Сейчас иду, подожди. А чего не топит никто? Никто не топит, и я, пожалуй, не буду. Что, мне больше всех надо? Говори. Слушай, удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТ-шник, дешифратор подключил. Ковчег, Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников, командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи, майор Иванов. Минутку. Да, да. Все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недоверие, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяги и готовы встать в строй, как только мы пребудем в расположении. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К-6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. К-6 Альфа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор? А? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на Ковчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Серьезный, ты в это поверил? Нашел Фома неверующий и уберился. У меня до сих пор руки трясутся от нервов. Как подумать только сам министр? Так тебе лапшу на уши вешу. А ты, кстати, можешь на карту глянуть? Могу. Как видишь, мы направляемся прямо в Ямантау. Катерина и Крест говорят, что пути в ту сторону. В неплохом состоянии. Повезло нам. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. По расстоянию вроде и недалеко. Но от состояния путей все зависит. Так что ползти, наверное, будем долго. А тебя не смутило? Так о чем мы там? Тебя не смутило вообще? Весь разговор. Прямо все, превыше всего. А, да. Так вот, не надо. Попривыкай. Правильная цель оправдывает средства. Да я ведь не возражаю. Просто не у всех цель правильная. Вот именно, именно поэтому этого шанса я, пожалуй, и ждал. Обстоятельства не складывались. Но теперь правительство, понимаете, правительство. Так тебе там лапшу на уши вешают. Это ж слышно. Да, ну, допустим, правительство. Ну и что? Сколько лет друг без друга жили, ничего. А, вот тут-то собака и зарыта. Ведь они, скорее всего, о нас ничего не знали, понимаете? После таких массированных ударов они и предположить не могли, что в Москве выжило столько народу. А мы, именно мы, мы сообщим им, что Москва жива. И не просто жива, а сохранила цивилизацию. Понимаете? Мы все это время велись за простое выживание. Но теперь у нас появится новая цель. И какая же, позвольте спросить. Да, интересно. Неужели не понимаете? На командный центр завязаны все системы оповещения, вся разведка. Им известны все места ядерных ударов. У них есть полные карты сон заражения. Да много чего. Информация правит миром. А у нас есть люди, полное метро народу. Много подготовленных пальцов. Сложите два и два. Мы ведь сможем со временем заселить страну снова. Конечно, не сразу. Возможно, сначала придется ее вернуть себе. Но заниматься этим мы будем под руководством настоящего правительства. Людей, обладающих необходимыми навыками. И в конечном счете мы сможем вырваться из подземного тупика. Хорошо бы, конечно. А я вот давно хотел полюбопытствовать. Откуда вы Айамонта узнаете? Хороший вопрос, кстати. Ну, про проект Ковчег у меня информация точная. Это я вам как офицер ГРУ говорю. На объекте еще до войны служили мои товарищи. Готовили планы эвакуации. Так что и позывные, и про место я знаю подолгу службы. Так что теперь главное добраться. Ну, ничего, ничего. Правда, путь непростой будет. Да уж, доберемся. Ну, а мы легких никогда и не выбирали. Я давно об этом думал. Центральный промышленный район. Это ведь приоритетная цель. И Катерина эти подозрения только подтвердила. Пути местами наверняка сохранились. Но вот состояние, думаю, плачевное. Боевый без ремонта путей не обойдется. Ничего, ребята, у нас крепкие. Да и объездные пути уверен найдутся. Как вы думаете, что могло за эти годы произойти на относительно уцелепшей территории? Да, это вопрос. Хотя, что там гадать? Скоро все узнаем. Да. Узнаем. Все, мужики, закончили. Ну и отлично. Пойти воздухом подышать напоследок. Да. Вот такая вот вышла серия. Может, кому-то она покажется скучной, но мне для полностью познания всего сюжета, всех его деталей, она наоборот интересной показалась. Что ж, спасибо за просмотр. Оценивайте видео, если вам понравилось или не понравилось. Подписывайтесь на канал, на паблик ВК и смотрите продолжение. Всем удачи!